так всем привет меня зовут павел и как вы уже наверное догадались я живу в нидерландах и соответственно сегодня расскажу что как и почему идея этого доклада возникла довольно давно переехал я почти пять лет назад и соответственно то есть переехал я в феврале двадцатого года вот и где-то по моему под конец двадцатого года антон стальных имена уже начал спрашивать что они не хочу ли я сделать доклад на эту тему вот наконец звезды сошлись и соответственно ух соответственно могу об этом рассказать значит начнем до с маленького ликбеза что на самом деле страна называется не голландия нидерланды вот то есть в нидерландах есть две провинции которые называются северная и южная голландия вот то есть это малая часть нидерландов вот и еще может быть один интересный факт это то что собственно вот флаг нидерландов и славянский приколор он тоже имеет те же самые цвета потому что петр первый который вывел он собственно ему очень нравилось голландия нидерланды он кстати из нидерландов был в по сути дела только только на территории голландии провинции вот и он решил позаимствовать эти цвета так значит пару слов обо мне опа нежданчик да я переехал и релациировался в нидерланды работаю в истонской компании гортайм вот то есть да я пришел в девятнадцатом году до этого работал в небезызвестной компании зиру тренд раунд вот значит и гортами занимаюсь криптографией блокчейнами и пишу ногу хотя до этого я больше 20 лет писал на джаве вот и эта фотография не из моего linkedin профиля мне лень была на самом деле я хотел сначала поставить но в итоге ее просто не нашел и поставил последний фотографий свой отпуск так и если у вас будут какие-то вопросы по ходу то есть не надо ждать конца презентации можете поднять руку и мы обсудим брошу немножко циферок про саму страну страна маленькая по площади даже меньше самой эстонии но удивительный факт что в ней живет почти 18 миллионов человек то есть это самая густо населенная страна европы вот и на самом деле иногда когда путешествуем путешествуем по стране как бы на самом деле удивляешься где все эти люди живут потому что очень много природы полей где-то лесов и так далее очень но факт остается фактом людей очень много состоит страна из 12 провинций и большие четверти площади находится ниже уровня моря вообще почему почему тогда как вдруг так получилось на самом деле так как нидерландов страна небольшая то с там средних веков или даже раньше нидерландцы собственно они боролись с морем и отжимали у него свои территории и вот эти территории которые находятся ниже уровня моря на самом деле раньше были морем просто они строили так называемые дайки то есть они потом поднимали землю потом откачивали оттуда воду и соответственно осушали вот эти территории и вот таким вот образом могли могли расширяться то есть вот примерно вот эта вот часть как раз территория фрис ландии северной голландии и южной голландии и вот здесь вот еще вот эти вот провинции они все грубо говоря ниже уровня моря и вообще почему в голландии столько мельниц на самом деле эти мельницы они не не имеют муку они откачивают воду из одного канала в другой тем самым поддерживая уровень и предотвращая затопление значит я договоря про всякие исторические факты я не буду длинный экскурс в историю вводить но это просто парочку фактов озвучу в голландии был зарегистрирован первый в мире финансовый мыльный пузырь и это было тогда 30-х годах 17 века когда ни с того ни с сего луковицы одного конкретного сорта тюльпанов вдруг резко начали расти в цене какой-то момент сначала их покупали за деньги в какой-то момент сами луковицы стали деньгами вот и очень много значит людей всяких там влиятельных и так далее на этом сильно погорели они там ради нескольких луковиц этого сорта тюльпанов они там продавали полностью все свои владения так далее то есть это был настоящий хайп вот просто решил об этом упомянуть потому что мы живем тоже времена многочисленных хайп вокруг там криптовалют и так далее что вот собственно откуда откуда ноги растут значит ну и соответственно я сам живу в городе роттердам и нидерландах это был единственный город который гитлер практически в ноль разбомбил поставив ультиматум правительству что он будет бомбить все исторические города в определенном порядке до тех пор пока нидерланды не капитулируют ну вот и уже после первой бомбежки следующий на очереди балагага нидерландцы решили сдаться чтобы сохранить свои памятники старины вот а роттердам он то есть там какие-то какие-то старые строения остались вот но в основном город был полностью перестроен и был перестроен довольно интересно вот так что если вдруг вы захотите посидеть то я думаю не пожалеете так значит ну ближе к теме я думаю которая всех интересует соответственно вообще как она там живется и но понятно что перед тем как куда-то щемиться куда-то релацироваться надо собственно изучить матчасть надо понять все что это за страна то сделать какой-то определенный анализ вот я кстати на своем еще первом слайде хотел маленький опросик сделать я сам на эту встречу не регистрировался поэтому я не знал что там будет опрос вот но собственно кто был в голландии поднимите руку да извините извините но опять же я тоже могу ошибаться до нидерланды все правильно а кто думает о релокации нидерланды окей ну несколько человек есть вот хорошо значит ну давайте смотреть то есть ввп у страны там больше триллиона евро довольно большой вот и уровень жизни он довольно велик ну и соответственно качестве жизни тоже довольно неплохой в плане там здравоохранения обучения безопасности и так далее вот то есть я взял эту табличку не помню откуда вот и соответственно официальная цифра что чтобы по крайней мере более-менее нормально существовать доход на семью должен составлять вот там порядка четырех тысяч евро на семью не на человека я думаю там среднестатистическая семья это где-то там но до 4 человека я думаю 3-4 человека вот на самом деле то есть если смотреть на эти цифры то мне они тоже на самом деле то есть найдет самой цифры я в принципе согласен вот но вот если эту табличку начать разбирать то например в голландии частная страховка вот и частная страховка на человека 18 лет и больше по нынешним ценам это примерно 140 150 евро в месяц да почему здесь 58 я не знаю ну в двадцатом году я как раз переехал и я тогда платил 123 евро то есть ну примерно плюс-минус то есть почему здесь 58 не знаю с другой стороны за интернет гигабитный я плачу 60 евро они 127 вот то есть как бы тут да и на транспорт на транспорт я тоже не тратчу 400 евро в месяц но так как предпочитаю передвигаться на на велосипеде вот ну да мы на самом деле до этого тоже дойдем значит касательно зарплат софт и инженеров то есть я не буду делать прямо такой глубокий анализ местного рынка скажу приблизительно что допустим senior backend вилка зарплат будет там где-то от 80 примерно от 80 тысяч грязными значит и туда вот в ту сторону вот естественно есть компании которые предлагают больше какие-то меньше то есть ну столько сколько я этот рынок сам для себя раскрыл международные компании платят гораздо больше нежели местные голландские компании то есть есть местные голландские компании я их там другом слайде перечислю вот они платят там даже могут может быть там на 30 процентов меньше чем какие-то международные компании которые туда пришли открыли свои офисы но примерно это выглядит так то есть давайте пойдем дальше значит опять же касательно зарплаты вообще почему нидерланды привлекательная страна именно в европе может быть по всему миру если сравнить для релокации у них есть очень заманчивая льгота для высококвалифицированные рабочей силы то есть это люди которые имеют высшее образование имеют рабочий опыт и так далее то есть они грубо говоря там эксперты в своей области вот то есть я не уверен например что джуны квалифицируется но смысл в том что насколько я знаю вот этот вот это налоговая льгота это она существует только нидерландах по моему в португалии и возможно в испании есть что-то похожее но не настолько скажем так крутое как как нидерландах да потому что значит сейчас он дается на пять лет у меня нету сожалению лазера ну вот но я иногда буду тыкать пальцем или возможно мышки водить значит там есть определенные критерии чтобы этот рулинг получить чтобы эту льготу получить надо offer получить будучи в своей стране если там вдаваться в подробности вы должны жить дальше 150 километров от границы нидерландов неважно в какую сторону это первый критерий значит плюс вы должны доказать что у вас классный linkedin профиль вот и вам должны сделать offer значит не меньше 42 тысяч в год эта цифра она из года в год меняется но там плюс минус но грубо говоря там 50 плюс точно будет будет окей вот и настоящий момент она дается на пять лет ранее не знать 10 или больше лет назад она давалась на 10 лет потом они ее сократили сократили до 7 по моему вот и сейчас 5 и как бы ходят вечные там баталии разговоры в правительстве что может быть ее отменить вообще но пока она еще есть и может быть как раз сейчас хорошая возможность запрыгнуть в этот уходящий поезд я приехал двадцатом мне вот феврале вот сейчас вот у меня закончится закончится рулинг посмотрим посмотрим может быть не обратно а вперед я сейчас расскажу что такое ролик я сейчас расскажу как бы еще один интересный момент в том что наши в голове в нидерландах довольно сложная система налогообложения она там ступенчатая я об этом все расскажу но так как понятно когда человек он экспат он переезжает у него стресса много ему нужно время для того чтобы осесть и так далее этот скажем так закон или это льгота она позволяет избежать определенной головной боли в частности в течение вот этого времени не нужно декларировать свои иностранные сбережения инвестиции недвижимость то есть все потому что на самом деле в нидерландах если человек является налоговым резидентом нидерландов он должен платить налоги с вообще со всего вот поэтому то есть предметов искусства и и так далее но мы до этого дойдем значит что такое почему называется тридцати процентный рулинг это значит что вы со своей брутто зарплаты платите налог не со ста процентов а семидесяти то есть вас на 30 процентов освобождают от выплаты налога наглядно показываю есть такой очень полезный сайт dtax.inl и там значит есть вот калькулятор можно посчитать то есть я взял грубо говоря такую среднюю зарплату сеньорного разработчика вот и представим что этот человек который давно живет нидерландах может быть это сам как бы нидерландец коренной вот получает такую зарплату их чистыми у него выходит там почти 4 4 800 и тут приезжает такой энергичный экспат за ту же работу за ту же брутто зарплату он получает 6 вот и на самом деле очень часто когда ты начинаешь общаться с местными аборигенами и вдруг то ли они тебя спрашивают то ли ты сам заикаешься что у тебя рулинг то некоторые люди могут немножко расстраиваться может они понимают что как бы есть небольшая разница именно в доходе но грубо говоря не за что просто за то что ты переехал вот ну это так многих это веселит вот значит очень много всяких таких вот интересных нюансов в значит на вот в трудовых договорах вообще в этом законе например в нидерландах всем положено тринадцатая зарплата как бы если вот фирма нидерландская она обязана всем платить так называемый holiday allowance это опять же имеет корни там какие-то исторические вот он способ в том что все должны нидерландах отдыхать для того чтобы они уходили в отпуск люди не должны там каждый месяц откладывать сами и так далее по закону работодатели должны платить людям holiday allowance то есть это примерно месячная зарплата и обычно она приходит примерно где-то в мае как раз перед летом капает значит восемь процентов от годовой зарплаты либо нет это отдельно то есть ты получаешь и отпускные за тот период который ты уходишь в отпуск и ты получаешь вот эту сумму как 13 зарплата просто вот раз в год например в моем случае эта сумма была размазана размазана как бы на ежемесячно вот что как бы довольно неплохо я думаю пропорционально да то есть полгода отработал то это будет восемь процентов от яд я так думаю да 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 опять же если отработал всего полгода то в следующем году с налоговой декларации получишь очень большой возврат потому что ты налоги переплатил что налоги как бы там рассчитываются как годовые в итоге там после первой декларации за неполный рабочий год там возвращается неплохая сумма так значит налоги как я говорил система сложная вот и там все вот раскладывается по определенным полочкам коробочкам и так далее я честно лично за эти четыре года декларацию свою не заполнял я это отдавал профессионалам там за небольшую сумму потому что я как бы не хотел свое время на это тратить вот и мало ли там чем-то ошибешься и так далее но тем не менее то есть значит бокс 1 это вот если человек является сотрудником компании employee да то есть то значит если опять же ступенчатый налог значит это не то что если вы получаете зарплату 100000 вы со всех 100000 платите там 50 процентов нет то есть ступенчатый налог это значит что до вот этой суммы 73 тысячи вы там там на самом деле еще есть один шаг там по моему до 30 или сколько-то там вы платите еще более маленький процент потом вот с этой суммы до 73 вы платите 36 вот если вы это что вот вы получается если больше то вот этот рейдж 73 вы уже платите там 40 день вот если вы получаете дивиденды от какой-то компании то вот ставка фиксированная 26 9 казалось бы да почему то есть у нас в эстонии тоже по моему какое-то время практиковалось что люди приходили в компании оформлялись не как сотрудники а имея свою фирму и просто работая через контракт да то есть почему например нидерландах все так не делают самом деле там нидерланды они такие кейс отлавливают вот и если например у человека одна компания и всего один клиент и этот клиент находится нидерландах то есть это трудовые отношения как бы один на один и они будут по полной программе брать налог из бокс 1 да то есть тут как бы можно очень сильно подставиться и соответственно лучше так не делать вот и для тех у кого есть рулинг это не относится но если рулинга нету получается всем остальным надо декларировать как бы вообще все крипту акции недвижимость предметы искусства так далее все и если у вас вот это все больше чем пятьдесят семь тысяч то как бы вы попадаете там под определенный налог вот то есть вот я тоже этим вопросом задаюсь потому что мне это все еще предстоит если я останусь нидерландах и у меня как бы закончится рулинг вот но у меня еще время да нет на самом деле они например если мне в следующем если бы у меня не было рулинга в следующем году я бы подавал декларацию и указал там допустим все свои акции которые у меня накуплены они будут считать они возьмут точнее не возьмут я сам должен показать сколько акции стоили на 1 января двадцать четвертого года и вот от этой суммы они будут плясать то что там происходило в течение года их не интересует даже даже по моему если эти акции были проданы по моему хотя в общем ничего либо все равно может что-то заплатить да вопрос в том то и дело нет в том то и дело если у тебя просто сам факт наличие акций как бы уже попадаешь в бокс 3 то есть надо все декларировать и потом как бы надеяться что я не знаю на что в общем я пока еще через вот это не проходил и меня этот факт немножко пугает на если у тебя больше вот этой суммы да если тебя там какие-то какая-то мелочевка то неважно если больше там да 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 вопрос да мы можем вернуться вот там security такса ужин security такс и так далее то есть там лейбор такс то есть не менее не менее на самом деле он получает все таки все чистыми удерживает налог работодатель и все это самое дело отправляет налоговую и так далее то есть ну система как у нас именно если ты работник компаний да 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 окей что в эстонии gross считается без социального налога социального накидывается на загруз зарплату потому что в контракте прописано книга окей я на самом деле это не весь этот когда полга фонд до работодатель сверху этого платит что-то еще да 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 чисто подоход да 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 и он разбивается вот на вот эти вот вещи там если то есть в самих нидерландах если недвижимость то там каждый год приходит письмо с оценкой этого дома вот например то есть определенные налоги которые платятся они именно от этой стоимости высчитываются вот если недвижимость находится за границей то честно говоря мне кажется там надо самому указывать и надеяться что наверное если соврал то не бы не придут проверять но налоговая довольно строгая в этом плане и в евросоюзе все банки обмениваются информацией с налоговой с налоговыми и соответственно нидерландская налоговая как любая другая налоговая другой страны в в европейском союзе будет знать все о вас в эстонии например да вот поэтому распространяют они обязаны это делать может быть эстонская налога не запрашивает нидерландская запрашивает то есть ну в общем смысл в том что за что купил зато продаю то есть я пока еще да у меня не возникали такие проблемы но я например читал статью о том что женщина которая жила в швейцарии была замужем она развелась со своим мужем и он ей там виде отступных там дал там пять или шесть миллионов евро которые она оставила на счетах швейцарии переехав в нидерланды обратно она несколько лет ну жилай и не декларировала то что у нее в швейцарии есть эта сумма вот и там через пять лет не пришли это точно не про швейцарские банки это какая-то другая история ну вот но я говорю опять же вот я читал такую статью что то есть экспатов с рулингом по крайней мере на первые пять лет от этой головной боли налоговая значит освободила идем дальше значит вообще куда податься да то есть я говорю что нидерландах айти компании довольно много вот но я сюда накидал так чисто на вскидку такие международные компании то есть я например сам когда пришел в девятнадцатом году в гортайм меня довольно плотно почему-то вдруг я не знаю какую выборку я попал но довольно плотно обрабатывали значит рекрутеры именно из голландии да то есть я там собеседовался с эдди на он там с другими компаниями вот а в итоге решил как бы остаться и как бы мне повезло то что в нидерландах был филиал компании гортайм вот поэтому соответственно мне как бы сделали оттуда предложение оффер и я приехал релацировался и получил рулинг и параллельно моя супруга она тоже там нашла работу получила оффер будучи в эстонии получается мы переезжали не как семья а отдельно я переезжал как бы сам и она переезжала вот и таким образом у нас у обоих рулинг потому что если человек переезжает как еждевенец например да то есть там как жена или муж и получает свою первичную регистрацию там не имея оффера например или получая offer уже сразу же будучи в нидерландах то все рулинг рулинга не будет вот то есть ну я думаю большинство компаний здесь вам известно у джит брейнса крупный офис может быть даже один из самых больших сейчас в амстердаме мира и так далее то есть податься есть куда значит окей вы изучили матчасть нашли возможно компанию приняли offer решили переехать а естественно не упомянул что компании которые которые релацируют они естественно предлагают пакет релокации который включает в себя там перевозку вещей на первый там месяц или чуть больше аренда какого-то временного жилья помощь при поиске нам школ для детей и так далее то есть большинство компаний она они такие возможности предоставляют вот я переехал просто вот с таким вот рюкзаком с компьютером и там несколько несколькими вещами вот и всем занимался со мной горю у меня был такой не не настоящий релокейшн скажем так вот но опять же я много общался с местными экспатами так далее вот поэтому я примерно представляю как это все дело происходит но на самом деле стандартная схема в других странах точно также релацирует вот значит окей то есть вы приехали в нидерланды что вам надо сделать да в первую очередь по закону вы обязаны в течение по моему четырех дней зарегистрироваться в местом самоуправлении так называемой хименте вот где вы соответственно должны показать что вы вот этот вот highly skilled migrant что у вас есть контракт offer и какое-то жилье и например если вы там из временного жилья переезжаете там уже в какое-то другое либо в арендованное либо покупаете тогда вам как бы незамедлительно нужно вот все время сообщать муниципалитет о своих действиях обязательная медицинская страховка в течение четырех месяцев вы должны оформить она частная то есть так такой систем как у нас вот ходе кассы там нету там порядка 40 или 60 частных медицинских компаний которые на самом деле примерно предоставляют одни и те же вот пакеты то есть там есть обычно базовая страховка которая но включает себя уже много много чего вот и можно там накидывать себе в таком конструкторе еще всякие пакеты там зубной физиотерапевт там глазной но всякие такие то есть базовый пакет входит собственно все остальное там если вдруг если вдруг там вы заболели еще что-то кстати да я тут не указал в циферках но то есть цена это примерно там 140 там может быть следующем году она уже будет 150 евро в месяц человека многие фирмы платят за то есть вот эту сумму покрывает сотруднику до вопрос на на всех на всех на всех у не граждан евросоюза там есть как бы чуть чуть сложнее но в принципе на самом деле вот во время короны и позже даже сейчас уже когда вот этот кризис начался очень много людей не релансировалась именно потому что российские компании уходили из россии соответственно и очень много людей как как с россии так и с украины и опять же из других стран постоянно переезжают и в принципе это поставлено на поток то есть прямо таких больших проблем нету то есть там может быть нужно каких-то несколько дополнительных шагов сделать вот но в целом как ничего такого сложного и эти фирмы они помогают всем этим заниматься поэтому как бы там вопросов не возникает до скажем так google translate это мой лучший друг нидерландах есть порталы двуязычные вот но тем не менее весь документ оборот и он на нидерландском и но принципе больших проблем составляет может тогда 20 лет назад я думаю когда там еще не было таких возможностей именно быстро там переводить и так далее я думаю это было бы большой проблемой и большим головником сейчас такой проблемы нету вот поэтому да то есть иногда приходится там конечно там телефончиком побег пришло письмо от налоговой там еще откуда-то навел хопать и сразу перевод читаешь уже на любом языке другом и вообще не проблема значит да я хотела про медстраховку еще сказать то что вот каждый месяц платится 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 вот эта сумма но если вы например заболели и с вами что-то произошло и так далее то есть еще так называемая самоответственность которая составляет вот обычно она составляет 375 евро в год то есть вас начинает лечить если вас наличили на 200 евро вы платите 200 евро если вас наличили на 1000 евро то вы платите только 375 и дальше вас все и больше ничего ничего не платить вот то есть есть такой нюанс там можно опять же во многих компаниях можно играться то есть можно например снизить свой ежемесячный платеж на какую-то сумму но увеличив вот это вот самоответственность или как она правильно называется скидки вот к сожалению нет да я сам как бы тоже болею слава богу мало поэтому да никаких скидок не получаю к сожалению так значит следующее это вообще для того чтобы общаться с например с электронным правительством вообще все что угодно делать нужно нужно сделать вот этого дигади или дигиды я не знаю как правильно называется в общем это примерно как наш смарт-айди да то есть там можно и подписывать можно логиниться и так далее то есть как бы единая точка входа для для всех сервисов не только государственных но и коммерческих тоже ну вот то есть если у вас есть дигади то вы и счет в банке можете проще открыть и так далее вот ну да и счет в банке соответственно то есть во время я переехал в феврале двадцатого года вот буквально там перед короной и у нас были определенные проблемы когда случился локдаун и так далее когда там моя супруга она переехала как раз за неделю до короны в марте работа у нее начинал с 1 апреля вот и нам пришлось побегать чтобы ей счет банки открыть и так далее вот но в принципе больших проблем бы нет наверно это был специфика короны значит вот самый большой головняк наверное нидерландах это поиск жилья то есть основная самая большая наверное известная проблема это то что в нидерландах рынок недвижимости он сильно зарегулированным зарегулирован государством и они выделяют определенные квоты каждый год на количество там строительство нового жилья и так далее вот и поэтому очень очень большой дефицит вот соответственно а так как в страну приезжает много экспатов в стране много университетов приезжает очень много студентов и все испытывают проблемы с поиском с поиском жилья то есть ну ладно значит пойдем более детально есть ну два основных портала где можно посмотреть предложение типа вот на нашего стом сити 24 или там другие портала вот два основных я когда переехал то есть этом первый сколько месяц я жил в разных airbnb и соответственно как бы смотрел что где смотрят где мне больше нравится так далее вот когда я более менее определился я решил нанять маклера то есть агента по недвижимости который мне помогал искать потому что ну во первых все таки в голландии несмотря на то что все поголовно практически говорят по-английски сами голландцы предпочитают общаться с голландцами вот и неоднократно доказано что для голландцев есть одна очередь именно как бы не тоже для самих голландцев а вот именно тех кто говорит по-голландски есть там один трек и для всех остальных есть другой трек да и вот этот первый имеет более высокий приоритет над вторым так как до 10 минут окей вот но соответственно если вы нанимаете голландского или но голландского маклера то у вас больше шансов быстрее и скажем так качестве найти жилье и тоже избежать всей этой волокиты с чтением документов на нидерландском и тогда вот поэтому очень советую и соответственно для покупки жилья тоже я то есть мы где-то чуть больше года снимали вот и поняли что стоит купить потому что арен цена аренда довольно высокая вот если мы будем платить выплачивать ипотеку за свое жилье то там разница будет в принципе не очень большая но всегда лучше платить за свое чем оплачивать чужую ипотеку скажем так вот и обычно для того чтобы получить какие-то хорошие условия по ипотеке иметь какой-то как бы овервью имеет смысл нанять также и финансового адвайзера который вам собственно найдет самые выгодные условия то есть и часть вот этих вот затрат они потом в следующей декларации тоже будут возвращаться то есть вот это эти затраты можно декларировать и получить с них возврат ну и соответственно есть такое понятие ран штат это значит перевод как окраины и города да то есть это амстердам роттердам утрихт и и гага тут как бы основное вот масса населения живет и соответственно эти компании они тоже сосредоточены именно в этих городах поэтому если вы будете релацироваться с большей долей вероятности вы окажетесь именно там вот и если мы будем смотреть значит на цены давайте посмотрим первый столбец это средняя цена аренды квартиры то есть это вода получается амстердаме естественно больше всего то есть в роттердаме когда я переехал двадцатом году за 100 квадратов три спальни и я платил 1750 евро в месяц то есть вот так вы и у меня семья из четырех человек то есть вот примерно так и соответственно что я думаю что вот эти цены это вот примерно там на где-то там 70-100 квадратов и вот примерно вот такого размера вот и соответственно цены на самом деле когда я переехал в двадцатом году и увидел вот эти цены и плюс цены там каждый месяц они они росли да то есть я как бы после переезда начал сразу отслеживать рынок недвижимости и я был шокирован тем насколько насколько быстро и высоко эти цены взлетают там еще есть один день непривычный для меня нюанс то что если вы хотите купить жилье это не как у нас здесь ферс кампфер серф да то есть ты пришел за столбил и все в этом договорились и и все пошло поехало там устраивается аукцион потому что дефицит жилья соответственно все хотят желающих много да вопрос но очень но тем не менее я когда вот в двадцатом году за 100 не приехал в эстонии были цены но в два раза меньше сейчас они начинают уже к этому уровню подтягиваться вот но на тот момент мне казалось это просто какое-то безумство вот но игры довольно такой неприятный момент это то что устраивается аукцион соответственно во время короны тоже была такая большая горячка да и в принципе она до сих пор есть приходится то есть вот если вы видите в объявлении там какую-то цену это не значит что именно эта цена и будет вот в таких горячих районах городах как амстердам и роттердам например вот этот овербит то есть какой-то кэш который вы должны сверху положить на то чтобы купить себе жилье в амстердаме он доходит до 20 процентов в роттердаме он примерно 10 процентов сверху да то есть 20 процентов это еще накинь накинь там 120 тысяч до амстердаме просто наликом просто чтобы выиграть бит то есть там когда связывайтесь собственно с продающим маклером он вам говорит окей там вот такого-то числа в понедельник в 12 часов мы закрываем беды вот и все к этому моменту должны видеть и плюс там еще есть определенные там финансовые условия и так далее вот и в итоге потом владельцы они берут все эти беды и выбирают самый для них как бы подходящий вот то есть и мы начали искать квартиру смысле жилье начали именно чтобы купить в ноябре 20 мы выиграли бит в конце мая 21 года именно выиграли то есть мы видели там на другие объекты мы просто прыгну мы проигрывали в какой-то момент все таки то есть но мы вначале там так для нас было дико до накидывать столько денег нам этом начали сначала три процента потом пять потом семь в итоге когда мы накинули больше десяти тогда мы смогли вот но это как бы да такой неприятный момент просто если у вас хороший контракт то даже там полгода не надо ждать вот как у нас обычно там надо полгода работать в одном месте так далее если у вас контрактом не годичный а именно indefinite да то есть без без какого-то срока то вам с первого дня могут дать могут дать вот и кстати да опять же вот я я упомянул финансовые условия просто так как у нас мало времени я начинаю упускать определенные детали но значит когда ставишь бит то финансовые условия что это значит это значит что сделка состоится если мне банк даст ипотеку на это на эту сумму это мои финансовые условия то есть вот сумма это мой бит и мои финансовые условия если кто-то ставит такую же цену или допустим даже меньше моего беда но без финансовые условия тогда этот бит более привлекательным для продавца потому что он будет знать что все вот если он выбрал этот бит то человек обязан купить финансовые условия она ставит ограничение что если банк откажет в ипотеке то сделка не состоится и продавцу недвижимости придется опять заниматься и и продажи сделать новый аукцион вот это все вот и там есть другие условия есть технические условия потому что в голове нидерланды много старой недвижимости и можно ставить технические условия например что мы выиграли бит если мы выиграли бит мы хотим делать техническую экспертизу этого дома потому что там вот в области как раз которая ниже уровня моря если дома до 1970 года построены с стопроцентной вероятностью он стоит на деревянных сваях вот если эти свои сгнили то это минимум там сто сто пятьдесят тысяч надо будет инвестировать просто фундамент и так далее вот да нет все возможно да то есть естественно там недвижка будет дешевле и так далее но обычно экспаты хотят социализироваться хотят жить где-то ближе рядом с какой-то движухой и так далее но в но в целом в целом да можно и так и так то есть и на самом деле когда вот цены подскочили и кредиты подорожали тоже то соответственно то есть я например урвал у меня сколько там 11,29 у меня процентная ставка зафиксированная на 10 лет это вот мой финансовый адвайзер которого я нанял он мне выбил такие условия в моем банке сейчас там 5-6 процентов и так далее вот поэтому естественно брать там дом за 600 тысяч в центре либо брать какой-то дом немножко подальше там за 200 или за 300 не знаю тут уже дело лично каждого вот значит много нюансов то есть можно опять же вот говорят теперь про автомобиль если вы переезжаете в нидерландах если вы покупаете машину из границы вы должны платить довольно большой импортный налог который называется bpm но если вы переезжаете релацируетесь в течение одного года вы можете свою машину задекларировать задекларировать как свое движимое имущество и не платить этот налог опять если вы соответствует определенным критериям это если вы должны лично владеть автомобилем шесть месяцев или больше до своего переезда вот там на самом деле есть много нюансов и да опять же из-за отсутствия времени я должен упустить у меня интересная история потому что я избежал уплат налога но моя машина была в лизинге в эстонии то есть я не был ее фактическим владельцем но я смог убедить налоговую что мне налог платить не надо вот то есть если интересно я могу потом рассказать уже потом значит и там есть другие всякие интересные интересные вещи что да так как налоги вот эти большие то мидера резидентам нидерландов запрещается просто даже просто управлять автомобилем с иностранными номерами то есть если к вам приехал друг вы не можете сесть за руль его машины можете но если вы попадетесь вам будет штрафец вот значит но социализации нетворкинг очень благодарен тезки за то что есть такая возможность на самом деле до переезда я телеграммом не пользовался теперь я практически в нем живу скажем так вот то есть я до переезда я нашел единственную группу фейсбуке называется значит эстонцы в голландии вот и там до переезда спрашивал какие-то определенные вопросы значит уже приехав на место я случайно там познакомился уже с местными экспатами вот и у меня там как раз были вопросы вот из-за из-за декларации там автомобилей так далее вот он говорит ну мне сказать что вот в телеграме там просто немеряно значит каналов информации так далее вот поэтому уже до переезда можно как бы пройтись подключиться пообщаться с людьми поспрашивать и так далее то есть самом деле помогут ответят вот значит есть еще очень много тем школьная система так далее довольно сложная я думаю можно будет вы можете как бы изучить этот вопрос самостоятельно но система сложная и да и школа начинается четырех лет моему младшему сыну сейчас девять и он сейчас ходит в шестой класс для нас это кажется звучит немножко дико но вот сам факт плюс да если у вас есть дети маленькие и например вы оба работаете и нужно чтобы он ходил в сад или в продленку то это только частные компании которые очень хотят много денег но опять же если вы оба работаете тогда там можно порядка 40 процентов с этого дела получить обратно если работает только один человек кто нидерланды не это дело как бы никакими пособиями не покрывает то что не считаю что если один член семьи родители не работает он может собственно и со своими детьми сидеть вот и так далее в общем ладно не будем уходить детали школы школьный да 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 в общем сейчас очень быстро много универов технический университет дельфта считается одним из тоже лучших европейских университетов значит и да есть есть куда податься про еду конечно отдельный разговор голландская еда это это что-то чем-то вот но благо нидерландах очень много экспатов и много очень возможностей куда пойти и то есть много есть поесть значит но про язык я тогда не буду говорить но я не выучил я знаю голландский примерно на уровне людей владеющих эстонским в нары да ну окей значит я ошибаюсь вот на самом деле без голландского жить можно нидерландского простите вот нидерландцы они себя нидерландцами называют ночью до язык своеобразный он где-то примерно между английским и немецким со своим определенным произношением и так далее на самом деле с голландцами довольно сложно общаться на голландском потому что они не терпят ошибок в произношении то есть как только ты первое слово сказал они сразу переходят на английский то есть они не даются тебе возможности шанса практиковать язык потому что они не понимают корявый корявый голландский язык вообще никак вот и мы неоднократно это дело проверяли тестировали и так далее вот ладно значит тут один исторический момент мы его пропустим чем хороша голландия нидерланды тем что центральная европа можно куда угодно долететь прямыми рейсами и допустим по старой европе в течение там двух часов можно куда угодно долететь и до эстонии и до венеции и до барселоны очень очень классно плане хотел быстро пробежаться по чем заняться очень много чем можно заняться страна большая как бы инфраструктурно большая людей много развлекаться развлекать всех как-то надо поэтому очень много всего и архитектуры замков парков развлечений как бы вот все 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 и естественно но я считаю что самый лучший способ познавать страну это собственно на велосипеде окей все я заканчиваю значит плюсы уровень жизни низкая инфляция доставка это просто сказка дает вот после эстонии особенно во время короны когда они все было закрыто и так далее утром в амазоне заказываешь вечером тебе приносят то есть не а customer service тоже практически везде отличный можно возвращать вещи тоже как бы ну как примерно как в америке да то есть не указывай никаких причин и так далее вот голландцы очень ценят свой work life balance поэтому с этим тоже нету вот ну просто красивая и посреди с эстонии конечно погода гораздо лучше то есть из минусов погода то есть для эстонцев скажем так погода классная вот для тех кто привык возможно более теплого климата все равно дождей много тем не менее каждый день в течение всего года вылезает солнце и да все я заканчиваю соответственно вот с любой точки куда вы голландии не приедете вы сразу поймете что вы пересекли границу все всем спасибо за внимание которые не имеете ввиду что ничего не имеете в виду что деньги сейчас